Здравствуйте! С вами снова программа «Финоугория». По традиции начнем с новостей, расскажем о том, что происходит в финноугорских регионах. Старшеклассница из Пермского края стала автором обложки «Вок». Известный американский журнал заказал у 16-летней Анастасии Ковтун обложку мартовского номера. Изданию требовался портрет популярной 18-летней певицы Билли Айлиш, которая в 2020 году взяла пять премий Грэмми. С просьбой нарисовать исполнительницу журнал обратился не только к Насте, но и к 20-летней Кейли Янг из штата Мичиган. Однако рисунок россиянки попал на обложку, а работа ее коллеги войдет в сам номер. Редакция журнала специально искала работы художников из разных стран мира, чтобы показать, что Билли Айлиш любят везде. Из миллионов своих подписчиков и тысяч авторов фанатских рисунков сама Айлиш рекомендовала именно их двоих. Хотя, насколько известно Насте и Кайли, Билли не подписывалась на них в Инстаграме, а только лайкала отдельные посты. Анастасия Ковтун живет в городе Чайковский Пермского края. Она стала самой молодой художницей, которая когда-либо принимала участие в создании американской версии «Вок». В интервью журналу Анастасия Ковтун рассказала, что является фанаткой Билли Айлиш и всегда рисовала исполнительницу исключительно для себя. А теперь мечтает встретиться с певицей лично. В новом Уренгое студенты техникума газовой промышленности учатся делать картины из кусочков разноцветного стекла. После пар по геологии и термодинамики молодые люди приходят в мастерскую и создают настоящие витражные шедевры. Азы и секреты монументального искусства в нашем следующем сюжете. Нил Нилович Михайлов мастер на все руки. На уроках учит студентов слесарному, токарному и сварочному делу. А на дополнительных занятиях искусству создавать картины из разноцветного стекла. Чтобы сделать даже небольшой витраж, нужно потратить очень много времени. Такая это кропотливая работа. Черпение, труд, переделывание, подход к одной детали по пять, по десять раз. То есть нужно ее сделать. Она не получается. Вырезаем новый кусочек стела, доделываем. Вырезаем третий, не получается. Дотачиваем. Его нужно доделать. Когда вот он уже становится на место, так как задумано, как нарисовано на эскизе. Душа вот тому. Все успокаивается, все хорошо. Витражами Нил Михайлов заболел еще в юности. Сначала делал любительские картины из битого стекла. Со временем наработал опыт и знания. И сейчас старается передать азы ремесла молодежи. Занимаются в секции только самые упорные студенты. Людмила Тураева пришла в мастерскую на первом курсе. Сейчас девушка учится на четвертом по специальности эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. После пар и между экзаменами и зачетами прибегает сюда, чтобы творить. Успокаивает. И также нравится результат, когда ты видишь красивый результат и понимаешь, что это ты сделал сам. Какое-то самоудовлетворение. Мастер рассказывает, существует две техники, благодаря которым появляются самые совершенные произведения витражного искусства. Классическая и техника Тиффани. Нил Михайлов предпочитает последнюю. Из маленьких деталей и складывается мозаика. Обретает свои черты задуманная картина. Готовые работы в мастерской никогда не залеживаются. Делаются на заказ, раздариваются, украшают дома. И все же мастер уже задумывается о выставке. Такое редко в наше время искусство надо показывать людям. В давние времена этот город состоял из двух самостоятельных – Будда и Пешт. И лишь в конце 19 века они объединились. Так здесь появился первый мост, затем второй, третий. Сегодня побережья Будда-Пешта объединяет восемь мостов. И каждый из них уникален, красив и имеет свою историю. Через Дунай на территории венгерской столицы восемь мостов, два из которых – железнодорожные. Оставшиеся шесть – настоящие шедевры мирового строительства и архитектуры. Сегодня мы расскажем о двух из них. Цепной мост. Назван в честь Иштвана Сечени, известного венгерского политика и реформатора. Сечени получил широкую известность в 1825 году. Он пожертвовал годовой доход от всех своих имений Венгерской академии наук. Мост Сечени стал первым в городе. Вот почему трудно переоценить его значимость для горожан и экономики страны. Открытие переправы состоялось в середине 19 века. И на тот момент она считалась одной из самых длинных в мире. Центральный пролет моста составлял 202 метра. Львы, украшающие мост, были добавлены не сразу, а только через три года после открытия. Цепной мост является одним из самых узнаваемых символов города. Ведь его возведение для 19 века было очень сложным. Мост находится прямо напротив холма, на котором стоит Королевский дворец. А вот мост Эржабет на начало его строительства считался самым длинным транспортным мостом в Европе. Мост назван в честь императрицы Елизаветы Баварской, по-венгерски Эржабет. Эта монаршая особа была супругой императора Франца Иосифа I. Известно, что Елизавета очень любила венгерскую культуру, изучала историю страны, ее язык и литературу. За такую любовь венгры отплатили сторицей. Сначала подарили ей целый дворец, который находится в 30 километрах от Будапешта. А уже после ее смерти назвали в честь Елизаветы мост. Кстати, в 2005 году на мосту Эржабет был поставлен мировой рекорд по количеству целующихся. В акции приняли участие 5875 пар, что зафиксировали представители книги рекордов Гиннеса. Со стороны Будды мост Эржабет находится у подножия холма Геллерт. Сюда в день свадьбы приходят молодые, чтобы сделать красивые фотографии. Глаза – зеркало души. Об их красоте существует немало прекрасных фраз. Глаза не только определяют внешность человека, но и его душу, желания, мысли. Конечно, в реальной жизни не все так просто и можно легко ошибиться. Верить глазам или нет – решать вам. А мы познакомим вас с тем, как звучит это слово на финно-угорских языках. Сегодня мы познакомим вас с Алексеем Жилиным, молодым вокалистом из Ударского района. Он сам пишет песни на коми и русском языках. Пробы пера на коми состоялась три года назад. Алексей написал кавер на известную зарубежную композицию. Получилось! В этом году Алексей впервые по настоятельной просьбе коллег отправил два своих произведения на конкурс современной коми-песни «Василей». Прошел отборочный этап. Чтобы удивить зрителя, нужна была не просто песня, а номер. Свою помощь предложила Юлия Попвасева из села Помоздина. Танец для выступления готовили дистанционно. Мы буквально познакомились уже с ней на репетиции. Они выслали видео с танцем. То есть мне сказали, сможешь ли ты там вот так вот сделать, вот так вот станцевать. Я посмотрел видео, попробовал. И мы с ней буквально встретились на репетиции уже в Куськуломе. Там познакомились, попробовали на репетиции протанцевать. Получилось. Эта композиция «Василея» победила в номинации «Молодежная песня». Наибольшее количество голосов за нее отдали и подписчики группы ВКонтакте и телеканала «Юрган». Как признался сам автор, он довольно давно занимается творчеством. Песни рождаются, когда он слышит интересную, хорошую музыку. Победа на конкурсе вдохновила Алексея. И сейчас он работает над двумя новыми композициями на Коми, которые, я уверена, мы услышим в его исполнении уже совсем скоро. Вот этим и загорелся, то, что людям нравится, оказывается. Да я давно хотел написать, песни на Коми-языке на современный лад. Коми-язык он начинает пропадать. А пропадать почему? Потому что молодежь мало слушает сейчас народные старые песни. И вот поэтому я хотел вдохновить молодежью, чтобы и на Коми-языке можно спеть современную, сделать современную песню. Люди, которые не понимают Коми-язык, так они мне говорят, слушается как и итальянское как будто что-то. А ей там американское что-то есть. Музыка И кое-что я знаю у него Мы нам челом коля дан Да и детэн дан Я корми оквунат Где чечужам бан Где он кольче мекат А ты кольча дан Мы на кускасэче Каниме адном Пачкать царичь ме навичь Да милок там Борса юрный челанки Да те милом Милок та та челок там Девчин ватэндайан Субтитры сделал DimaTorzok Этой прекрасной композицией о любви мы завершаем нашу программу. Увидимся через неделю. До встречи, Финногория!